Mercedes собрал полную коллекцию электрокроссоверов. После премьеры EQE SUV в линейке немецкого бренда есть подобные машины всех классов, от компактных до представительских. В основе новинки предсказуемо лежит та же платформа, что и в основе электрического E-класса. Она же, впрочем, стала фундаментом для моделей с литерой S в названии EQS и EQS SUV. Колоссальное изобилие моделей и строгий корпоративный дизайн неизбежно приводят к путанице. Отсюда и забавная деталь. Шильдик с названием модели разместили рядом с боковым зеркалом. Иначе отличить новинку от многочисленных родственников смогут только большие специалисты по Мерседесам. Уже в базе машину предлагают с матричными фарами, а за доплату можно получить систему Digital Life, которая умеет светом рисовать на дороге подсказки для водителя. Опять же, за доплату можно превратить всю переднюю панель салона в одну большую сенсорную панель с отдельным дисплеем для пассажира. Также в списке опций пневмоподвеска и полноуправляемое шасси. Все модификации оборудованы одинаковыми батареями, объемом чуть более 90 кВт-часов. А потому, чем мощнее машина, тем меньше максимальный пробег на одной зарядке. Начальная моноприводная версия мощностью 292 л.с. способна отмахать почти 600 км. И это рекорд среди всех модификаций. Помимо обыкновенных модификаций, есть два варианта с аббревиатурой AMG в названии. Та, что попроще развивает 476 л.с., а топовая версия 626. Если и этого мало, можно заказать пакет AMG Dynamic Plus, с которым эта величина вырастет до 687 л.с. и 1000 ньютон-метров. Система AMG Dynamic Select позволяет выбирать один из нескольких режимов движения. В самом медленном, слипере, пользователю доступна половина имеющейся мощности. В режиме Comfort около 80%, а все 100% только в режиме Sport Plus. Однако у версии EQE 53 есть еще и особый гоночный режим, в котором водителю в определенный момент доступно 110% мощности, или те самые 687 л.с. В придачу максимальная динамика доступна, лишь если батарея хорошо заряжена. Производством займется завод в Тоскалуде, штат Алабама, а в продаже новинка появится в следующем году. За начальную версию попросят около 90 тысяч евро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова